что же произошло в городе Николаеве за 12 месяцев. Друзья, вот смотрим график, рисунок, гистограмма, август месяц 2023 года, 530 долларов за квадратный метр. Но в качестве примера я взял социальное жилье, это самый большой класс, который эксплуатируется на территории Украины. И спустя уже один год, это 512 долларов за квадратный метр, что в годовом измерении показало нам снижение минус 3,040%. Друзья, я не ошибся. Город Николаев, хоть он сейчас и не прифронтовой город, но вот там риэлторы, экономисты, юристы пишут всякое разное. Но вот рынок недвижимости всего лишь относительно, так сказать, незначительно снизился по социальному жилью. Мы также делаем индексы на протяжении многих лет. Это индекс стоимости квадратного метра вторичный рынок, в данном случае социальное жилье, он отрицательный. 0,966. Считается он достаточно просто. 512 делим на 530 и получаем, друзья, или в процентах снижение минус 3,40%. Или же вот этот отрицательный индекс. Друзья, немного рекламы. У меня есть возможность делиться с вами этой информацией, благодаря тому, что на протяжении многих лет мы работаем с крупными украинскими системными банками, иностранными банками, которые работают на территории Украины. И, так сказать, мы готовим вот эти самые индексы не только, конечно, по рынку жилой недвижимости, а по рынку коммерческой недвижимости, по рынку земли, по рынку в том числе домовладений. То есть там больше 12 сегментов, которые у нас оцифрованы по всей Украине, по которым мы даем, считаем или подготавливаем, как угодно можно об этом говорить, индексы. Вы уже знаете, что индекс – это макроэкономический показатель, характеризующий изменения каких-то параметров во времени. Вот для людей, которые фокус-группа, я просто знаю, вижу, кто смотрит меня, это сотрудники банков, это сотрудники именно отделов риск-менеджмента или же управления риск-менеджмента. Это по-разному, в разных банках называется, в зависимости от того, насколько крупный этот банк. Так вот, это очень важная информация. Они буквально по крупицам собирают данную информацию, пытаются сами что-то исследовать. На основе оценок, которые делают им субъекты оценочной деятельности, которые аккредитованы в том или ином финансовом учреждении. Друзья, все это прошлый век, поверьте мне. То есть мы можем вам раз в квартал показывать по всему вашему, так сказать, портфелю залоговой недвижимости, ну или имущества, скорее всего, мы готовим по недвижимости, да, что происходит именно с вашей залоговой недвижимостью. То есть вы, как люди, которые работают в финансовых учреждениях, хорошо знаете, как изменяется стоимость денег во времени, а вот как меняется стоимость недвижимости во времени, поверьте мне, лучше вас знаю я. Ну и компания «Олимптонстатом», конечно же. Поэтому в описании моего канала есть телефончик, вайбер, да. Пожалуйста, звоните, всегда с удовольствием, как бы составим техническое задание по тем задачам, которые вы поставите перед нами. И сделаем научное исследование, которое будет раз в квартал помогать вам понимать, что же происходит со стоимостью недвижимости, которая находится в кредитном портфеле вашего банка. Ну, без саморекламы нельзя, извините. Итак, друзья, подвели итоги, что произошло в Николаеве за год снижения 3,5%. А теперь переходим к уже данным, которые характеризуют, что же произошло у нас в целом при Черноморском регионе. Давайте расскажу, как пользоваться данной информацией. Ну, видим, что у Николаев Одесса остались вот эти колебательные процессы, которые мы уже с вами проговорили. Я их на карте не менял. Посмотрим, что произошло на самом деле за год социальным жильем. Итак, пересчитаю еще раз. Одесса, 742 доллара за квадратный метр. Это август 2024 года. Снижение за год на 2,75%. Можно округлить до 3%. Город Николаев, 512 долларов за квадратный метр. Снижение на 3,40%. Можно округлить на 3,5%. Индекс также мы увидите по Одессе. 0,972 – это за год. Отрицательный индекс. По Николаеву 0,966 – также отрицательный. Ну и подводя итоги, мы также можем увидеть, что по крупным областным городам-центрам Одесса и Николаеву, среднее арифметическое число 627, что на 3,02% показало снижение в годовом измерении стоимости данного жилья, социального жилья. И индекс отрицательный 0,970. Друзья, ну вот давайте запомним. На 3% подешевело в целом по региону недвижимость. И я закрою карту и будем сейчас говорить уже о прогнозах. И я традиционно начну с того, что прогнозируют на сегодняшний день, кто только не прогнозирует, и юристы, и экономисты, и риэлторы, и также просто люди, которые ведут какие-то видеоблоги. И данная, так сказать, умная идея пришла им в голову не случайно, потому что она у нас так в жизнь устроена, да, люди хотят заглянуть в прошлое. Ну так бывает, да. Но в отличие от всех этих субъектов, которые присутствуют в Ютубе, я использую научную методологию. И очень подробно каждый раз рассказываю вам, так сказать, с экрана, ну вот в каждом видеоролике рассказываю вам о этой методологии. Для того, чтобы не выглядеть, в общем-то, тем самым юристом, экономистом, риэлтором, не просто видеоблогером. Что это за секретные данные? На самом деле нет ничего секретного. Я использую метод статистического анализа. Я на цифрах вам рассказываю, что произошло месяц к месяцу, год к годам. Вы это на примере данного видео уже увидели и услышали. Дальше я использую метод классификации. Я классифицирую рынок недвижимости. Это не просто там серая масса каких-то там сооружений, сделанных из дерева, кирпичей, там еще чего-то. Это недвижимость, которая соответствует тому или иному классу. Данная классификация, кстати, была разработана в 2000 году, когда я был в уважаемой мною организации, это Ассоциация риэлторов Украины, так она называлась. Я возглавлял комитет по статистике и аналитике. И мы взяли за основу классификацию, которая была использована российской гильдии риэлторов на то время. Это была незапрещенная, так сказать, организация. И если вы знаете, что большая часть жилья досталась нам из Советского Союза, в том числе жилой и коммерческой недвижимости, тут уже как бы не надо быть человеком, который отвергает все прошлое. Так вот, мы все это обработали, я или под моим руководством, там несколько человек работало. И создали классификатор, который был успешно забыт риэлторами после того, как я ушел из данной организации. Но сейчас мы говорим о том, что классифицировать недвижимость, это просто необходимо для того, чтобы получать корректный результат. И вы на стоимости квадратного метра по тому или иному классу это видите прекрасно. Там разница может быть в два, а то и в три раза. Ну и последний, так сказать, или следующий метод, который я использую для прогнозов, это метод многофакторного анализа, где я уже через призму экономических показателей, это называется макроэкономические показатели или же индексы. Помните, что такое индекс? Это изменение каких-то параметров во времени. Так вот, когда я смотрю, как изменяются макроэкономические показатели, которые характеризуют изменение развития экономики во времени не просто в целом по Украине, а конкретно Николаевской области, конкретно Одесской области, у меня появляется общая картинка того, что с экономикой Украины в данных областях совсем не все хорошо. Хотя про все остальные области я тоже, так сказать, промолчу пока. Там та же самая история. Так вот, когда с экономикой хреново, друзья, а рынок недвижимости является сегментом украинской экономики, в данном случае города Николаева или Николаевской области, Одесской области, то не надо быть оракулом для того, чтобы предположить, что с рынком недвижимости будут происходить те же самые отрицательные процессы. В цифрах это будет выражаться следующим образом. Количество транзакций, продаж будет снижаться, то есть отсутствует платежеспособное население. В цифрах количество квадратного метра, это также будет снижаться стоимость квадратного метра. Почему? Потому что нет покупателей. Все очень просто на самом деле, друзья. Поэтому я еще раз, уже подходя к тому, что мы говорили о прогнозах, рассказал вам о методологии. А теперь вы помните, да, 3% в целом по региону подешевела недвижимость. Это Одесса и город Николаевск. Я предполагаю, до конца года осталось у нас 4 месяца. Это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Так вот где-то по проценту мы увидим снижение, ежемесячное снижение по проценту в этих областных городах, центрах. Итого 3 плюс 4 получается с тем. Но еще раз, друзья, особо там есть одаренные, которые мне пишут, Андрей, вы говорили там какую-то цифру, а она же не эта, вы не попали в нее. Я не попадаю в цифру, я не угадываю число с дверя в рулетке, как угадывают особо азартные игроки. Это же не моя цель и задача. Я показываю вам о тенденциях. Если даже это будет не 7%, а будет там 6%, мои прогнозы от этого не изменятся. Это будет отрицательная динамика снижения стоимости квадратного метра по данным двум городам областным центрам. Ну, вроде как, все понятно объяснил друзьям. Пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью. Вы должны, ну, как минимум, подписаться на мой канал. Спасибо, даже мне звонят по, так сказать, вайбер-телефону и видят какие-то ошибки и говорят, вот, а там так по цифрам, а у вас, скорее всего, вы ошиблись и поставили другую табличку. То есть мне приятно, когда умные люди смотрят и поправляют меня. Правда, это действительно, вот это, что называется, синергия, да, когда, которая придает мне силы, так сказать, в дальнейшем общаться с людьми, которые хотят слышать и видеть маленькую толику правды о том, что происходит с рынком недвижимости. Еще вы можете ставить лайки, дизлайки, да, бог с ними, с этими лайками, дизлайками, это заученный праздник, так сказать, блогеров. На самом деле, я хочу, чтобы вы просто ориентировались в каменных джунглях рынка недвижимости и мои видеоблоги стали для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. Друзья, пришло время прощаться. До встречи в следующих моих видеороликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!